всем здарова народ с вами варчик все гайдики да гайдики у меня на канале обучающий контент а давайте перетрем довольно таки интересную новость про битву блогеров если некоторые блогеры принимая участие в отборе в саму битву просто там понаделали видосика у себя на канале типа участвуйте голосуйте за меня тыры-пыры троллевали и все особо лапками не шевелили ничего не делали и в своеобразной своей манере продолжили заниматься своими делами то некоторые блогеры пошли дальше кто-то в свой модпак вставил ссылку на голосование за себя много людей посчитали что это плохо кто-то посчитал что это норм некоторые блогеры в этой битве начали перетаскивать на свою сторону других блогеров которые не участвуют в этом там тоже всякие срачи начались кто-то за кого-то пошел кто-то передумал ну и так далее санта-барбара продолжается ну и вот теперь корбин даллас по словам группы вот экспресс которая опубликовала новость купил рекламу у давидыча за полмиллиона и эти полмиллиона якобы вг одолжила ему просто так правда это или нет неважно давидыч рекламу сделал если это картошечка денежки подогнала то это в принципе просто реклама картошки для себя а корбину так сказать повезло что он в этом тоже принимает участие поскольку поток дополнительного онлайна людей в картошку пойдет через его канал все выгоде все в плюсе и каждая битва блогеров уже начинает напоминать игру престолов мне уже даже интересно что будет в следующей битве блогеров когда их будут рекламировать там по телевизору или на плакатах по городу не удивлюсь если где-нибудь булку хлеба будешь покупать и теперь продавщица скажет а ты выбрал за кого проголосовать короче ситуация довольно таки интересная картошка хайп на этом немножко поднимает какая-то движуха происходит единственно что интересно онлайн как был 300 тысяч так принципе ничего не изменилось сколько бы картошка рекламы не покупала заходишь на какой-нибудь сайте к фильм посмотреть и начинается поиграй world of tanks поиграй в калибр все картофельная пока там не прорекламируют фильм не начнется открываешь какой-нибудь канал топ-блогера на ютубе и начинается world of tanks заходи там ссылочки туда-сюда там бонусы шмонусы я уже не пойму где нет рекламы картошки мне кажется она уже везде казалось бы в этом ничего плохого нет но от мне вот интересно а для старых игроков что-нибудь вообще когда-нибудь сделается я посидел подумал за столько времени какие баги картошка исправила и я вспомнил всего лишь парочку когда-то совсем давно когда танк ехал очень далеко он не ехал он дергался и можно сказать что немножко телепортировался довольно таки сильно его трясло и стрелять было крайне противно это они исправили одна ошибочка исправлена следующее когда танчик выезжал из-за укрытия то он засвечивался довольно таки поздно и мог проехать очень далеко на большой скорости прежде чем мы его увидим хотя он выезжает у нас перед носом это тоже было исправлено и танчик теперь когда выезжает из-за укрытия мы его практически сразу начинаем видеть а вот потом я такой думаю а что еще картошка исправила за все эти годы прицел нет скользкие камни нет балансировщик он как иногда косячил так и косячит новых карт нету добавился новый люк когда прыгаешь с очень большой высоты и там должен разбиться но ты падаешь на гусеницы хотя бы чуть-чуть любой частью можно даже на влд упасть или на ровную бочину у тебя не отнимется ни одного хп просто со скалы оверлорда прыгаешь я недавно прям на стриме показал тупо прыгаешь со скалы танчик падает и у него не отнимается хп то есть это новое добавлено вот недавно она сомневаюсь что собирается исправляться у фцма гусеницы все время там куда-то на пол карты разлетаются это уже довольно таки давно баланса танков нет баланса карт тоже нет сижу такой думаю а можно 100 рублей хотя бы на разработку игры потратить именно геймплея играбельности адекватности исправления багов то что там движок какой-то там делают внешнюю картинку тупо обвертку это понятно то что рекламу там везде покупают я понимаю но можно это для тех людей которые давно играют в игру сделать игру поприятнее ведь раньше люди заходили в игру играли по 100 боев в день спокойно потому что она не раздражала были спокойные продолжительные адекватные содержательные бои а сейчас зашел бой за две минуты закончился и ты за две минуты успел понаблюдать только жменьку багов турбо победу или турбослив и все и никто не хочет играть прежние 100 боев в день а некоторые просто заходят в ангаре танчик покрутить но зато у нас игра престолов в битве блогеров очень любопытно на самом деле нет это всего лишь мои мысли обычного игрока который каждый день не то что играет в ворду танц я уже давно просто пытаюсь в него играть мне очень интересно что вы думаете про все это какое ваше мнение пишите обязательно в комментариях я свои мысли вам рассказал поделился с вами что я про это все думаю что это просто очередная рекламка от картошки просто в этом поучаствовал один из участников битвы блогеров вот в принципе все подписывайтесь ставьте лайки играть красиво всем пока и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok